Дворцов Санкт-Петербурга И Ирины Юсуповых на набережной реки Мойки, 94 В этой части дома располагалась так называемая половина молодых Она в свою очередь делилась на мужскую и женскую И вот эти комнаты принадлежали Ирине Кстати, ее семейные отношения с Феликсом были исключительно искренними, крепятными и нежными Кстати, этим они обязаны бабушке Марии Федоровне, которая единственная поверила в силу их чувства Здесь все сохранилось так же, как и в 1914 году, в годах свадьбы Серебряный ольхофт, где по зону Суфеликса должен был бить фонтан, как в богаче сарае И даже березовая фонировка дверей, новейший отделочный материал того времени В кабинете Феликса, где сейчас стоит мебель с яхты императрицы Марии Федоровны, полярная звезда Хранилась часть семейных ценностей вот в этом сейфе А еще тут был бассейн, он в рабочем состоянии И рассказывает нам о характере и привычках хозяина Мировой кинематограф, который сделал фамилию Суповых известной даже самым непосвященным иностранцам Описывал его как утонченного и порочного наследника миллионов Но, кстати, его жена Ирина позже судилась с одной из голливудских студий И получила компенсацию за опороченную репутацию Хотя, конечно, он был молодым человеком с очень большими возможностями Имеющим отношение к крайне неоднозначному убийству Распутина Оно произошло за этой дверью Но подробности этой истории я напомню в другой раз Но, конечно же, не это было главным в семейной истории Юсуповых Да, они были необычайно родовитые и сказочно богатые Их предок, казанский хан Юсуп Мурза, замирился с Москвой Его сыновья приняли православие, за что, по легенде, род был проклят Один из детей в семье обязательно умирал, не дожив до 26 лет Но важнее, пожалуй, что Валентин Серов, написавший знаменитый портрет матери Феликса, Тинаиду Юсуповой, говорил Если бы все богатые люди, княгиня, были похожи на вас, не осталось бы места несправедливости Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова